Привет, народ! Если вы следили за сайтом в последнее время, то наверняка знаете, что я занимаюсь обзором ряда дерьмовых настольных игр, и они почти свели меня с ума. Но зато из этого наконец получилось что-то хорошее, потому что они заставили меня кое-что понять. И в моём последнем ролике вы, вероятно, слышали, как я говорил, что давным-давно живу в этом доме с игрой про тыквоголового, а не с моей вот уже год девушкой. Поэтому я решил, что пора что-то менять. Проблема решена! Мы будем жить вместе. Поэтому мне нужно избавиться от кое-какого барахла, который я копил годами, собирая пыль. Я очень сомневаюсь, что она захочет играть в настолку с видеокассетой «Пошли на бега». Так что я решил, что в продолжении видео я буду просто показывать вам тот мусор, который собираюсь выбросить. Окажу услугу этому миру. Ёпт! Это всего лишь игра! Я высмеиваю игры! Ясно, долбоёб! Знаешь, если бы я хотел уничтожить мир, я бы не поставил пункт терроризировать лжового интернет-критика во главу списка. Знаете, что хер с ним? Я говорю с Сифиротом, который в реальной жизни ещё отвратительнее. Ебать мою жизнь! Продолжение следует... Я не понимаю, как вообще к этому моменту можно ещё сохранять интерес к игре, ведь правил больше нет. Фалси, которые не могут говорить, а теперь вдруг могут. Боги, чьи мысли непостижимы для смертных человеков, непостижимы подходящее слово, потому что всё, что они делают, так непостижимо глупо, что они каким-то образом умудрились слажать даже с самоубийством. Да, и в этом состоит план Бартенделуса. Заставить их убить его, что уничтожит другого фалси по имени Орфан, что в свою очередь уничтожит Кокон. И тогда Кокон взорвался бы, погребя тебя под грудой искорёженного металла вместе с остальными жителями. Так что выход беспроигрышный! Ну ладно, короче, нашим чувакам приходится сматываться на своём корабле, так как сражение с Бартенделусом вызвало катастрофические разрушения, заставившие всё сооружение взорваться, унося жизни сотен солдат, а также технического персонала, которые просто выполняли свою работу, защищая Кокон от кровожадных психопатов. Саш в очередной раз доказывает, какой он замечательный пилот, немедленно врезавшись в здание. И в этой катастрофе они, конечно же, снова необъяснимым образом выживают! Да, им приходится сделать отмашку, типа это дело рук колдуна. Я понятия не имел, куда они попали на этот раз, поэтому, конечно же, полез в даталоги, чтобы иметь какое-то представление. И узнал, что это какие-то руины под Эденом. Каким, чёрт возьми, образом мы должны были догадаться? Я думал, это Наутилус, так как Наутилус был единственным городом, который мы видели. И он похож на Наутилус, разве нет? И как обычно, я представления не имею, где находится Эден по отношению ко всему остальному. Знаете что, это неважно, я скажу вам, где они. Потому что, если присмотреться, это единственная деталь, которая имеет значение. Самый длинный, чёртов, коридор из тех, что мы видели в этой долбанной игре. Вот где мы. Это место, это не может быть арк. Они говорили, что арк у них было более практическим способом. Да, чтобы послать Лиси, чтобы мастерить свои новые силы. Окей, так, я понимаю. Дайзли's goal is to forge us into stronger weapons. Ну ладно, послушайте. Вот что только что произошло. Сценарий этой игры настолько плох, что персонажи только что прямым текстом сообщили вам, что цель следующих 5-7 часов, это тупо прокачка уровней. Это на самом деле первый раз, когда сюжет обрёл для меня смысл. Меня радует, когда Толок сообщает, что Бартенделус легко отражает атаку Лиси. Легко отражает? Да он конкретно получает поебалу. А вот кое-что, что меня серьёзно бесит. Вам приходится тусовать роли парадигмы каждый блядский раз, когда меняется состав группы. Нет, я понимаю, почему приходится это делать, но это не отменяет тот факт, что вам приходится тратить по 10 минут на это с каждой сменой состава. И я это просто ненавижу. Ну ладно, значит, я рассказал вам, что фалси хотят, чтобы вы их убили, но это цель, а не мотив. Главный вопрос, почему? Зачем это нужно, фалси? Боже мой, насколько тупее вы себя почувствуете, узнав ответ. Ну, вы узнаёте его, когда встретитесь с Сидом. И в очередной раз повторяю, что это полный бред. Фалси смотрели на тебя, влечивая твои каждые степи. Счастье, которое спасало тебя время и снова, было длительное макинейство. Да неужели? То есть смерть мамы Хоупа, которая вызвала в нём жажду мести, заставила отправиться в смертельное опасное путешествие, чтобы убить Сноу, была частью плана. То, что Сера запрыгнула на фалси, хотя они могли просто полететь в другом направлении, или их могли просто побить в полёте, это тоже было частью плана. А после того, как он сделал, и он просто взял и съебался. Мейкер отпрыгнул в этот мир, оставив двум рейсов behind. Фалси фокусировали на вспомнить их lost deity. Да, они захотели поговорить с богом. Серьёзно. Вспомнить о том, что Мейкер это вернёт Создателя обратно. А ведь им надо столько ему сказать, если не считать того факта, что они все будут мертвы, так что беседа получится очень короткой. И даже если они думают, что несколько фалси выживут, я бы не хотел оказаться на их месте, учитывая, что Создатель создал жизнь. А они собираются всё её перебить. Возможно, он будет слегка расстроен. Это как Феррис и Бюллери, Камерон разбил бы машину отца нарочно, чтобы привлечь его внимание. Конечно, в фильме это не выглядит таким страшным. Но поверьте мне, той ночью там произошло убийство. Но вот в чём самый бесец. Фалси понятия не имеют, сработает это или нет. Они пока не знают. Именно, они пока не знают. Вся эта идея со взрывом кокона это просто выстрел в слепую. И конечно же, поскольку хорошие чуваки побеждают, мы даже не узнаем, сработало бы это поебень или нет. То есть в очередной раз никто в этой игре нихуя не знает. И я трачу время на просмотр долбанных даталогов в слабых попытках найти хоть какие-то ответы. И представьте себе, я нашёл один, один даталог. Один во всей игре, в котором говорится об этом. Он открывается только за, не знаю там, три часа до конца игры, который, блядь, похоронен в одном из подразделов, который вряд ли вы прочитаете, даже если воспылаете жутким интересным даталогом. В разделе под названием Аналекты. Аналекты — это собрание цитат из исторических книг и мелких стихотворений. И только по прочтении их я нашёл хотя бы мимолетное упоминание о религии этого мира. Это был единственный раздел, который вызвал у меня интерес, если честно. Потому что это был первый раз, когда я уловил проблеск хоть каких-то объяснений о предыстории, исторических фактах и окружающем мире. Нет, мы не могли сделать так, чтобы нам об этом рассказали герои. Ни за что! Нужно было самим читать это в ёбаных даталогах. Вкратце в даталоге приводится отрывок из философской книги, которая предполагает, что когда люди умирают, их души должны отправиться в одно место, по той же дороге, по которой ходят боги к тем же самым жемчужным вратам. Поэтому, если убить всех, богу наверняка захочется узнать, что за хуева пробка образовалась на его личной автостраде и отправиться проверить. Но я напоминаю, что это единственный даталог из тех, что я нашёл, в котором упоминается теория, которая оправдывает клан Фалси. И это чисто теория. И она написана людьми. Так что я не знаю, что и думать. То есть богоподобные Фалси прочитали написанное людьми и подумали, это же абсолютно логично. А потом запустили план по уничтожению всей жизни в мире. Разве обычно бывает не наоборот? Люди читают книгу, которую написало предположительно божество, а потом устраивают резню, основываясь на прочитанном. Кстати, да. Почему они этого не могут? Они не могут уничтожить кокон, потому что закон робототехники... Нет, они не могут уничтожить коконы за фокусной хрени. А если дело в фокусе, то мы вообще не должны ничего объяснять. Так что вы должны уничтожить кокон, потому что такой у вас фокус. И это никак невозможно остановить, если только вы не будете ничего делать. If we can stop this by doing nothing, we'll do nothing. Final Fantasy XIII. Единственный способ выиграть не играть вообще. Почему Бартенделус выбрал группу абсолютно ненадёжных людей, большинство из которых ненавидят друг друга, а также не обладают нужной боевой подготовкой, чтобы осуществить его план? Почему он не выбрал любого из своих одержимых фанатично преданных шизиков? Ну, знаете, типа Сида. И если он так сильно хочет сдохнуть, то почему он тогда отбивается? Тебе не нужен, Рагнарог, чувак! И да, Фалсини могут уничтожить коконцами, потому что... не знаю, программа, фокус или что-то ещё. Но зато они в состоянии подчинять, убивать, начинать бунты, развязывать войны, напускать монстров на мирное население и уничтожать людей старыми добрыми способами. Так в чём проблема? На самом деле, именно этим Бартенделус начинает заниматься, причём не встречает какого-либо заметного сопротивления, пока не прибывает команда молнии и не останавливает его. При этом он сам сделал их лэси, что в очередной раз доказывает, насколько его план идиотский, раз он сам себе создаёт препятствия. Да, если наша команда не будет делать ничего, они умрут. Но они всё равно умрут, если убьют Орфона, так что разницы нет. И ещё, если они ничего не будут делать, Бартенделус убьёт тысячи людей, начав вторжение пульса на кокон, которое он и так начинает немедленно после того, как они прибывают. Кстати, готов поспорить, что массивные разрушения, которые они вызвали своим активным вмешательством, Бартенделуса. Ну, конечно, всё шло по плану Фалси, ага. Что если бы они взяли пистолет Сажа и по очереди вынесли себе мозги? Учитывая выбор, что им предоставили, этот выход, возможно, самый достойный для них. Я, наверное, мог бы помочь вам в сражении против Фалси или ещё как, но вместо этого я просто попробую убить вас. Эй, это нечестно, как ему удалось так быстро прокачать свой Кристариум? Или он тоже проходил один из тех уровней для прокачки ЛСи? Как бы там ни было, вы надираете ему задницу. Подождите, что? Его фокусом было получить пиздюлей, а после где-то пять минут потрепаться о судьбе? Меня просто умиляет, как персонажи прямым текстом сообщают тебе, что следующий уровень здесь исключительно для того, чтобы продлить ебучую игру ещё на пару часов. Их диалоги в буквальном смысле состоят из... Эй, посмотри туда! Вау, отличное место для того, чтобы побегать там и полевелапаться! Это самая херово написанная игра из тех, в которые я играл за всю свою долбаную жизнь. Я говорю совершенно серьёзно. Ну ладно, покажись во всей красе, Гранд Пульс. Посмотрим, какие боевые машины ты сможешь на нас натравить. Потому что нам нужно подготовиться к великой миссии по убийству орфана. О, да, превосходно! Роботы с ногами-колёсиками и наушниками на голове, которые бьют шарами вместо кулаков. Вот теперь я понимаю, зачем Кокон начал чистку. Ведь эти штуки просто невозможно остановить. Только представьте, какие разрушения они способны после себя оставить. Зачем кому-то нужно было создавать эти хреновины? Важно знать, что вам придётся бегать по Гранд Пульсу в течение примерно десяти часов. И даже по признанию самой игры, у хороших чуваков нет абсолютно никакого плана. Разве что бродить туда-сюда в ожидании, что что-то наконец случится. Ну, наконец, кое-что случается. Слава тебе, Господи. Они находят Сэру! Эта сцена меня нереально веселит, так как очевидно, что это перевоплотившийся Бартенделус, так ведь? И он такой Ребята, вы должны уничтожить Орфана, потому что я Сэра! Причём с самого начала никто на это не ведётся. А когда ты не можешь обдурить даже Сноу, это всё равно, что неспособность обдурить пачку замороженных вафель. Мы все шутим за самым целью. Ну, мне вот интересно. До того, как это началось, думаете, он реально надеялся, что эта фигня с Сэрой на самом деле прокатит? То есть, он думал, этот блондинистый идиот, его любовь к девчонке с дурацким хвостиком приведёт его к погибели. Я превращусь в стройную, гибкую, молодую девушку, и он не сможет устоять перед очарованием её упругого сексуального тела. Перед ощущением её крепкой и высокой груди и гладких нежных бёдер я собью их с толку и заставлю уничтожить Орфан. Мой план безупречен. В принципе, в теории это возможно, если не считать того, что он мерзкий старый хрен, который перевоплотился в сексуальную старшеклассницу, ведёт себя как особочный иванат. Эта сцена становится просто восхитительной, если представить, что он реально надеялся на победу, а потом всё внезапно рухнуло. Посмотрите, как самоуверенно он себя держит. Ему только что открыто заявили, что он гонит, а он переходит в режим Палпатина и такой «Да, это лишь один из незначительных примеров моих безграничных возможностей, и я могу сделать куда больше». Да ладно, это же бред! Знаешь, прикидываться его девушкой это не совсем то же самое, что и плести интриги высшего класса, если ты пытаешься толкнуть этого чувака на убийство. Кроме того, никто не знает, сколько времени он провёл в теле сэры. И никогда не сможете развидеть образы, возникнувшие, если представили, что он мог делать всё это время. О, значит, волцы могут менять свою истинную форму тоже, и это... Огромная страшная рожа! Мне кажется, эти дополнения в стиле мистера Каптофельной головы смотрятся нереально мило. Хотя, возможно, слегка портят его угрожающий вид. в стиле, может быть. Да что с этим мужиком? Почему ты продолжаешь себя вести, как будто побеждаешь? Они продолжают выбивать из него дерьмо, а он такой му-а-а-а-а. В очередной раз вы надрали мне задницу и попались в мою ловушку. Это не сработает, чувак! Лучший способ заставить людей добровольно сотрудничать с тобой — это периодически пытаться их угробить. Тебе нечего им предложить! Никаких причин, никаких поводов для того, чтобы они разнесли свой родной дом со всеми живущими в нём. Тебе абсолютно нечего сказать им, чтобы привести в ярость настолько слепую, чтобы они были готовы уничтожить мир, лишь бы добраться до тебя. Подождите! Стойте, стойте! Я знаю этот голос! Я знаю этот голос! Чёрт побери, я знаю этот голос! Клянусь, я его знаю! Что-то в нём... бесит меня до чёртиков! Это не Тидус, не тот чувак, что озвучивал Тидуса, это точно! Мне надо проверить, надо посмотреть на АМДБ, подождите! Этот чувак что-то делал своим голосом, я не знаю что, но пидорасов я никогда не забываю! Так, где же он... Бартенделус... Что же это за хрен? Я узнаю любого... Какого хуя? Какого хуя? Ах ты, дебил! Ах ты, сукин сын! Что за хуйню ты несёшь? Я тебе кулак по самую душу запихаю, чёртов говнёк! Жопу кокон! Убейте этого ублюдка и выебите его сердце, чтобы весь мир сгорел! Озвучил Псих! Перевела Доминика! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...